Нормально, блядь, Терехов, все. Он вывезет в город, он не ждал. Пусть работает, нормально. Пусть жестче все керпит. А снег, ну, борьба с ним. То есть вам нравится, когда он жесткий? Всем, всем надо жестким быть. В данный момент, не только ему. Да, в нашей стране сейчас всем надо быть жестко. Посмотрите, что творится. Игорь, а какие у вас вопросы могут быть к нынешнему ВО міського головы Терехова? Ну, хочу увидеть то, что он сделает. Вот так вот. Хочу увидеть. Ну, вот он же, в принципе, не первый день при власти. Уже есть какие-то результаты? Вы что-то видите, какие-то пожелания? Пока мисс нет. В данный момент, ну, как было, в принципе, при Геннадии Адольфовичу. Ну, в принципе, как, ничего пока мисс не изменилось. Потому что время маленькое прошло, ничего нет. Ну, изменения пока мисс никаких нет. А что-то конкретное, может, вы ожидаете? Ну, я не знаю, благоустройство какое-то? Или, там, открыть зоопарк, допустим? Ну, в дальнейшем, это, в первую очередь, я думаю, для детей открыть запарк, чтобы дети с Харькова все, не только с Харькова, а и со всех городов приезжали, смотрели, как Геннадий Адольфович это все, ну, как бы, делал. Его была эта инициатива. Ну, и хотелось бы, чтобы он быстрее это Терехов сделал. У меня есть предложение. Мне бы хотелось, ну, если возможно, такой вариант, в городе Харькове сделать сайт, чтобы люди, которые без работы могли туда, ну, на сайт этот зайти и посмотреть, найти себе работу. Именно по Харькову. Потому что сайты, которые существуют, они по Украине, а, ну, не все поедут. Все равно, что они скажут, все равно это в соответствующей действительности не будет. Ну, все равно, какой-то вопрос же есть. Вот, хотелось бы вам... У меня совершенно к власти никаких вопросов нет. А на выборы выходите, голосуете? Нет. Давно? Давно. Потому что голосуй, не голосуй, все равно получишь, что получишь. Соли, что-то... Нормальный человек. Терехов. Да. Адольфовича нету, мы за него. А он поддерживает. Он продлит. Адольфовича нету. Будет умножать на ноль и все делать как надо. Терехов не сдаст. Как вы думаете, в этом году вообще возможны выборы мэра или вряд ли? А зачем он нам нужен? А зачем он нам нужен? Нам секретаря хватает, вполне решает человек вопрос. Ну, зачем нам... Ему не надо дёргать, пусть работает. Да, да. Да, да. А человек работает, работает. Он решает вопросы. Зачем нам... А ты её поставишь, мэра, мэра... Опять бабки на выборы дать. Ну, это ж... От нас от налогоплательщика все вышло. Да. Изменить, не так ли? Терехова, у вас какие-то вопросы? Конкретно я ещё не знаю, что... Что ему задать, говорю, что он может сделать сейчас, что он может изменить у нас здесь. Не знаю, есть ли у него возможности какие-то изменить. Ну, он сейчас выполняет обовески у мэра. Да. А выборов пока не предвидится. Не предвидится. Ну, скорее всего, что он и останется. Вы думаете? Я думаю, да. К этому все шло. А каких конкурентов вы бы видели, если бы были выборы? Я не знаю, Фельдман, наверное. Фельдман, да? Да. Ну, больше не знаю. Я особо так не увлекаюсь. Я всем политикой не интересуюсь, потому что за борт-других словно надо заработать денег. Ну, тут не совсем политика, тут как бы городская власть, самоуправление. Да. Вы предприниматель? А. А в какой сфере? Ну, я работаю сейчас продавцом. И нянчу, вот, подрабатываю нянечкой. Я понял. И нянчу и дочкой. Ну, не знаю. Школы, конечно, напрягают. У меня 5 родителей. Да. У дочки 30 лет, потому что 31. Ну, вот. У школы, конечно, это вот все. Уместе с школам. Хотя бы школам. А чем именно? Чем именно? Ну, чтобы еще было с родителями. Поборов? Ну, не будем называть так. Мы все равно для нашей эксплуатации, для нашей эксплуатации, забирают, когда они себе в карман или куда-то кладут. Да, делается школа, крыша и так самое. Но хотелось бы, чтобы это сделалось за счет как-то городских каких-то ресурсов государственных. Потому что постоянные сборы на, ладно, на тетрадки, на это мы создаем на книжки. Ну, на крышу, на трупы. То есть коммунальная хотя бы. Коммунальная охрана, школа. Это же тоже все, чтобы родители делали. Хотелось бы, чтобы это государство, яким занимаюсь. Хорошо, спасибо. Как вас зовут? Наталья. Спасибо, очень приятно. Но конкретно, что до управления местом, возможно, покращение в местах каких-то? Место у нас очень прекрасно. Останним временем, место наше прибиралося. Вивез смиття был прекрасный. Можно сказать, технику сменили. Прибрали вот те здоровенные камазы, которые разламывали дворы, можно так сказать. Розламывали дорожки, потому что они не рассчитаны под такими вантажами. Ну, что сказать? Сказать можно так. И за деревами, зараз обрезка деревьев, где не падают гильяки на голову. Это доброе, что обрезать? Это доброе. Обрезать, но надо их обрезать правильно. Они правильно обрезают? Ну, конечно, они потом засыхают. Им выгодно, чтобы они потом засыхали. Потому что даже, может, и распространяют эти грибки, чтобы они все деревья, что обрезали, потом... Гинуть? Потом они гинуть. Так, они гинуть. Вы не первая людина, кто мне про это говорит. И, скорее всего, что распространяют, им выгодно. Распространяют грибок. Наносят грибок на эти деревья. А новые деревья насаджают? Ну, практически мало, я вижу. Мало насаджают. В основном, тюльпаны, да? В основном, так. Клумбы. Тюльпаны, клумбы. Ось. Я говорю, что что-то делается, но не так, но столько. Ну, если бы были выборы... Подъезды, я вам скажу, подъезды. Дуже много домов просто зубитыми подъездами. Просто зубитыми. И теплотрасы нужно ремонтировать конкретно. Они у нас уже в Харкове звернули. Скажите, как вы думаете, если бы восени будут выборы, кого бы вы назвали конкурентами на эту посаду мера? Я, если я побачу, я даже не знаю, на что он сталкивается. Если он не паспортом, а обличчем будет схожим на украинца, на украинца, этнического украинца, я проголосую за него. Что в городе вам были? Очень простой вопрос, который меня волновал недавно. Месяц-два назад. Потому что снег скидывает на дорогу. Мне хотелось, чтобы... Задумались, может, можно его все-таки оставлять на тротуаре. С современным кермосом на данный момент ничего особо не поменялось. А вы очкинули, чтобы ничего не менялось? Главное, чтобы дальше было что-то либо хорошо, либо лучше. Главное, чтобы не было хуже просто. Стабильность ты хочешь? Да, да. По крайней мере. На данный момент, в связи с общением с людей из других городов, мы понимаем, что данный город очень хорош. И мы не хотим терять эту репутацию. И осень капотная, и очень приятно сидеться в этом городе и жить. Что мы не хотим, чтобы было хуже. А вы харьковянки? Вы не приехали не студентки, а местные? Да. Хорошо, а если выборы у вас иные будут? И будут, например, Терехов, Добкин, Фельдман, Светлычна. Ну, мы посмотрим. Мы еще не ознакомлены. Я бы хотела, чтобы был Добкин. Добкин, да? Да. Ну, я еще не ознакомлена у нас с, так сказать, агитацией с этой. Ну, еще как бы нету. Все только, я вижу, только Терехов крутят, наладят этих, на панелях плазменных. Другую я пока не видел. Ну, Терехов, это как правая рука Кермиса у нас. Великая еще, как бы, я видела еще. А, есть, да? Да. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну, Кермиса, как бы, да, не хватает. Не хватает? Да. Не хватает больше, конечно. Хорошо. А какой бы человек, если вдруг будут выборы осенью, кого бы вы видели мэром? Если бы была такая возможность, вот вам бы понравился этот человек? Я сам, единственным. И все. Других вопросов нет. А как вас зовут? Любой, любой человек, Володя, любой человек, понимаете, который дорвился до властья, он все равно будет взвести к себе в карман. Другой разговор, один больше, другой меньше. Тот, который поменьше, вот того бы и власти не надо. Мэром, спасибо. Спасибо. Спасибо.